27 мая в Измаиле с однодневным визитом побывала австрийская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Австрийской Республики в Украине Вольфом Дитрихом Хаймом. В связи с ремонтом моста в районе Паланка австрийские гости прибыли в наш город только после обеда. В связи с этим программу визита пришлось сократить за счет детального знакомства с нашим городом. Члены делегации ограничились беседой с городским головой Андреем Абрамченко. Поскольку встреча эта проходила за закрытыми дверями, чуть позже в малом зале заседания исполкома, уже в присутствии СМИ, Андрей Вячеславович рассказал, что с австрийскими гостями обсуждались вопросы налаживания взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере и в организации обучения измаильской молодежи за рубежом. В свою очередь господин Вольф Дитрихайм подчеркнул, что Австрию интересует регион украинского Придунавья, а своеобразной дорожной картой в области сотрудничества наших стран станет Дунайская стратегия, которую Евросоюз намерен утвердить в июне нынешнего года. С принятием этого важного документа более полно будет использоваться потенциал крупнейшей европейской водной артерии. Главными направлениями сотрудничества австрийский гость назвал развитие транспортной инфраструктуры и охрану природной окружающей среды. А затем гости из Австрии отправились в детский приют в Броске, который вот уже ряд лет опекает австрийская благотворительная организация «Каритас». Здесь чрезвычайного и полномочного посла Австрийской Республики, генерального секретаря австрийской благотворительной организации «Каритас» Александра Водмана, куратора этой организации в Украине «Гудрунгузы» и других членов австрийской делегации уже ждали гостеприимные хозяина. Встреча, которая длилась более полутора часов, прошла в теплой обстановке. Воспитанники приюта встретили гостей хлебом с солью, подарками и концертом. Игорь Огнев, Веб-студия Бурьер.